здравствуйте друзья здесь демитков юрий последнее время рынки падают мы все знаем это и у меня все чаще и чаще люди спрашивают что делать с акциями может быть их продать потому что ну мы купили мы радовались когда они росли и мы конечно знаем что они могут в принципе упасть но пока они не падали все хорошо и никто об этом не задумывался еще один момент до люди спрашивают когда же они начнут расти может быть продать их что делать вообще спрашивает у меня это с одной стороны а с другой стороны люди говорят слушай ну расскажи нам что делать нам с акциями чё ты все про какие-то блин ноты опционы ты вообще о чем ты про акции расскажи какие акции покупать так вот сейчас я хочу сказать вам что делать с акциями смотрите каждый волен конечно распоряжаться акциями по-своему но что будет с акциями в самое ближайшее время и когда они начнут расти вот это я вам могу сказать точно акции будут начнут расти как раз в тот момент когда вы их продадите то есть вот ровно в тот момент вот увидите как вы не выдержите скажете все но их нафиг этот фондовый рынок я в нем не разбираюсь там можно потерять я значит это самая продамка их все нафиг вот тут они и начнут расти вот проверено на практике сто процентов поверьте моему опыту так всегда работает и они начнут расти но вы скажете да это все фигня сейчас они все равно упадут и так далее но они будут расти значит какое-то время вы знаете до какого времени они будут расти да ровно до того времени когда вы их снова захотите купить и тут же они начнут снова падать и еще глубже поэтому основной принцип работы на фондовом рынке не дергаться купите акции в долгую вот ну давайте посмотрим на самом деле что же произошло и что делать я расскажу в конце данного видео но потому что люди хотят чтобы люди хотят совета что делать я дам этот совет не знаю многих ли он вдохновит но как бы я дам мне не жалко смотрите вот 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 у меня есть модельный портфель который я всем рекомендовал и вот мы можем посмотреть как он себя ведет но здесь мы его нет это он сам так вел себя в начале января смотрите вот в конце в прошлом году он не сильно но подрастал потихонечку от последние три месяца да давайте за последний посмотрим год я его не пополнял как раз вот значит смотрите он с марта месяца он падал как то вот долго потом потом начал расти потом снова упал опять подрос опять упал ну какое-то такое вот сказать болтанка была и что произошло в начале это да причем вот это вот болтанка была сильно хуже чем росли акции в среднем индекс мосбиржи честно скажу то есть модельный портфель отставал от индекса мосбиржи но зато в январе месяце вот посмотрите сначала с конца года он вдруг резко рванул вверх ну потому что те активы которые советовали купить аналитики они резко рванули и но он взлетел и я недавно рассказал то есть мне говорят расскажи расскажи что с модельным портфелем ну вот я рассказал недавно и были люди которые ну открыли потому что раз он растет значит наверное он и будет расти но и он тут же упал он упал на восемь процентов был сто десять процентов сто десять тысяч рублей вот да сейчас сто одна тысяча рублей на сколько там ну восемь девять процентов он упал и конечно те кто купили его в январе те кто вложились конечно выражают беспокойство по этому поводу давайте посмотрим что у меня творится с акциями ничего хорошего я вам не покажу тоже потому что но у меня такой же портфель как у вас ну как бы я его показывал регулярно честно совершенно вот смотрите у меня вот это вот облигации россия 28 но сейчас они упали у них был максимум сто семьдесят пять процентов от номинала они сейчас упали сто семьдесят один процент от номинала я их покупал вот она сто шестьдесят один процент от номинала то есть они у меня в бешеном плюсе и не забывайте что это облигации валюте вот это валютный инструмент здесь ну это практически вот сорок процентов от моего портфеля газпром давайте посмотрим на газпром минус последнее время гмк норникель упал я его держу я ничего не продаю вы видите да полиметал ну он у меня в плюсе до сих пор ну да немножечко падает но полиметал это я когда последние вот разы когда я говорил осенью по моему что надо покупать акции золото добывающих компаний и потому что это защитный актив потому что ожидается что акции начнут падать так вот полиметал и полюс это акции золото добывающих компаний полюс это чисто золото добывающее полиметал там серебро и различные металлы гмк норникель добывает никель очень перспективно я считаю бумага и соответственно там кроме никеля есть еще палладий который последнее время резко взлетел в цене это как бы было дополнительно источник доходов но палладий резко взлетел в цене так что гмк норникель можно уже называть гмк норпалладий там большая часть уже прибыли идет от палладия и здесь речь идет конечно не о том что продавать надо гмк норникель полиметалл и полюс а скорее докупать вот по поводу россия 28 вот этой облигации последнее что я продам это будет россия 28 я надеюсь что я ее не продам вообще и в двадцать восьмом году она будет погашена вот может быть а может быть и продам ну где-то в двадцать восьмом году система да она взлетала ну вот сейчас да падает распадская ну там мама не горюй падение сегодня почему это угледобывающая компания кроме нефти у нас что падает у нас сейчас падает металлурги люди перестают покупать машины автопроизводители перестают покупать что покупать во первых железо всякое вот это вот и они перестают покупать уголь потому что уголь используется в доменных печах поэтому распадская падает сургут нефть и газ привилегированные ну тоже падение яндекс да падение но извините он у меня в плюсе лукойл падение хорошее новотек падение падение газпром нефти катастрофическое падение обувь россии вот ну это там совсем мизер у меня обе в россии вы знаете да ну не продал я ее по 50 рублей ну ничего страшного аэрофлот аэрофлот пикирующий бомбардировщик что логично в общем то вот что делать с акциями когда их продавать я на самом деле у меня такой вопрос не стоит когда продавать акции потому что у меня стоит вопрос когда их покупать когда будет дно падения давайте поэтому посмотрим на другой график ну у нас традиционно все ориентируется на индекс S&P 500 вы знаете и сейчас давайте посмотрим на индекс S&P 500 вот так безрадостно он выглядит это индекс американских акций это сводная по американским акциям да кстати сейчас давайте я покажу что у меня с американскими там вообще караул полный значит Sino Corporation это китайская компания у меня большая часть в пакете в ней значит было плюс 300 долларов сейчас минус 123 ну оцениваете сколько я потерял Pfizer минус 175 но Pfizer я купил давно уже держу больше года вот здесь вот я его купил думал что оно будет расти оно упало потихонечку росло вот я надеялся что будет продолжен рост ну в общем Pfizer это крупнейшая фармацевтическая компания американская но она упала еще ниже чем была почему кризис вот фармацевтическая компания крупнейшая но вот так вот у них трудности Nike я недавно купил я рассказывал он вырос там прям все хорошо было но Nike грохнулся Hewlett Packard я недавно купил почему я купил Hewlett Packard совсем недавно купил ну потому что там есть слухи о недружественном поглощении значит со стороны компании Xerox и есть огромная вероятность того что Xerox будет выкупать прямо на рынке эти акции так Alexion Pharmaceuticals что это за компания это фармацевтическая компания которая занимается разработкой уникальных методов лечения очень редких заболеваний небольшая компания она куплена ведет разработки как только разработки будут утверждены скорее всего она должна взлететь ну так процентов на 40 вот я надеюсь Риата примерно то же самое что Alexion только другие болезни Cisco Systems это компьютерная компания телекоммуникаций но вот у Cisco Systems пока ничего не получается буквально сегодня я прочитал новость о том что Cisco Systems собирается сокращать массовое сокращение персонала к чему это приведет это приведет к экономии денег на зарплате и я надеюсь к росту акций потому что когда увольняют людей акции компании растут очень часто Expedia Group ну это я формирую просто вот портфель акций американский на из различных секторов Expedia Group я выбрал я выбрал в качестве вот пакета из сектора потребительского нет не потребительский там по моему Services вот да Services это конкурент в общем-то booking.com Expedia Group очень сильно развита на американском рынке на американском континенте и вот здесь вот я ее купил она очень хорошо отчиталась и взлетела на хорошей отчетности я прям был рад такой но недолго как вы видите все упало C-Links это насколько я помню это компьютерная компания разрабатывает какие-то системы электронного какие-то электронные системы тоже я почитал в общем-то хорошие показатели и решил купить ну здесь минимальное количество вы видите упало все у меня теперь давайте посмотрим на индекс и доколе будем падать собственно говоря давайте зададимся вот этим вопросом и что это коррекция или обвал вот у нас график здесь один тик одна свеча это одна неделя и ну вот 2017 год 2000 с 2017 года по-моему Трамп когда пришел значит раз да в 2017 году вдруг экономика начинает расти он снизил налоги на корпорации и вот эффект от этого он говорит блин ребята все классно вы выбрали меня и все хорошо вот но эффект от снижения налогов дал конечно же хороший импульс развитию компании и конечно же они их акции стали расти вот но этот эффект концу 2017 года уже потихонечку стал съезжать и к тому же Америка повышала свои ставки и ну здесь двойной эффект короче говоря здесь было некое охлаждение потом ставки начали понижать они значит акции снова стали ну по крайней мере они перестали их повышать акции снова стали расти там трамп настучал всем по башке вот но потом все пошла коррекция в конце 2018 года мы видим да акции упали на там насколько я помню 14 процентов и я тоже вот прямо вот как сейчас все ходят и слушать чё делать вообще кризис там обвал и так далее но собственно говоря здесь американцы начали понижать свою ставку и стало ну пошло на восстановление пошло на восстановление ну вот как то так и ожидалось что вот так вот и будет вот дальше болтаться но почему то непонятно почему пошла вдруг эйфория с буквально вот вы видите лето прошедшего года пошла эйфория мне непонятно почему вот это вот вот это вот эйфория непонятно и у меня всегда она вызывала тревогу но с какого фига акции растут когда ну там а трамп говорит что да все классно безработица низкая все шикарно в америке бла 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 мы заключим договор с китаем мы заключаем договор там канада мексика то есть о свободной торговле это вообще вот даст вот эффект космический ну дало вот эти вот разговоры космический эффект вот этот но в принципе скажу я вам по секрету скорее это пузырь потому что ну на доходах компаний это ну в принципе отразилось или нет я не знаю вот но стали ли компании получать больше прибыли нет стали компании получать платить больше дивидендов нет то есть смотрите стоимость акций растет а прибыль не растет прибыль не подкрепляется фундаментальными параметрами и вот сейчас январь да ну во первых идут сейчас вот ну февраль уже заканчивается отчетности компании ну отчетности как и ожидалось в общем то ну как бы ну а что вы хотите при таких акциях не очень хорошие там отчетности есть замедление какой-то темпов роста но тем не менее это темпа роста и коронавирус конечно и на опасениях коронавируса все полетело вниз ну теперь значит что делать и когда когда акции начнут расти ну смотрите как я уже сказал акции начнут расти ровно тогда когда вы их продадите и зафиксируете свои вот эти вот убытки вот если у кого-то есть убытки если у кого-то кто-то хочет сохранить прибыль ну или там хотя бы без убыток ну как бы если кто-то зашел вот в этом районе ну я на S&P 500 показываю там не так важно на самом деле с российскими акциями то соответственно они начнут расти ровно после этого но куда они вырастут вот как-то так и я не знаю просто начнут ли они расти но я ожидаю что вот посмотрите вот эти вот так раз два три четыре пять пять не факт что они вообще начнут расти то есть ну они могут упасть и вот до этого значения они могут упасть и до 2 600 ну то есть смотрите было 3 400 сейчас 2 900 грубо говоря они упали на 500 пунктов сколько это это ну уже так я примерно оценивал где-то 15 процентов но если они упадут на 30 процентов то то это будет вот так вот где-то да могут они упасть на 30 процентов да могут это коронавирус если коронавирус повлечет за собой вот эту вот всю стагнацию во всем мире это возможно ну а теперь давайте еще один момент смотрите мне все говорили что ну какого фига ты про свои какие-то ноты дурацкие рассказываешь и про какие-то опционы и я начал рассказывать если вы заметили вот 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 здесь вот вот и вот я ожидал что вот так вот будет вот так вот так потом вот так вот и как-то вот так вот пойдет индекс s&p 500 в боковом тренде но он почему-то рос но я-то ожидал вот этого бокового тренда а в боковом тренде как раз хорошо покупать инструменты которые для бокового тренда то есть ноты ноты они позволяют получать доход даже когда у нас что у нас боковой тренд или какое-то падение давайте посмотрим какие ноты ну во-первых какие ноты я советовал и и они еще есть я советовал вот такие ноты смотрите есть опять же продукты купонные есть защитные защитные дают стопроцентную скажем защиту капитала то есть ваш депозит не уменьшится но может увеличиться если соответствующий базовый актив вырастет и это будет процент от роста соответствующего базового актива но я эти честно говоря не очень советовал разве что выбрать защитные с базовым активом в качестве ну золото базовый актив золота если он еще сохранился а вот купонные я как раз советовал и я советовал купонные вот есть быстрый купон на 90 дней я в общем так сказать не в восторге от него честно говоря но вот возрождение роста почему нет 15 процентов на три года вот на один год я советую нота номер номер один номер два и нота номер три то что я прямо вот для себя мне так понравилось я их открывал они тут же по автоколу отзывались а я их снова открывал потому что они дают двадцать процентов годовых практически наверняка то есть там корзина из четырех компаний и эти четыре компании значит если не упадут больше чем на пятнадцать процентов то это нота дает двадцать процентов годовых понимаете вот это вот это и вот та вот нота значит давайте посмотрим в чем разница здесь компании алроса мосбиржа нлмк и сбербанк привилегированные здесь смотрите сбербанк нлмк мосбиржа и вместо алроса стоит магнит ну практически нота номер один и нота номер два близнецы братья кроме того что кроме в этой алроса в этой магнит что больше нравится я не знаю они примерно по-моему одинаковы здесь чмф лукойл роснефть и яндекс что такое чмф это сейчас северсталь лукойл это лукойл роснефть это роснефть и яндекс это яндекс все знают вот один раз в 30 дней но для того чтобы диверсифицировать я бы советовал вообще говоря ну взять каждый по одной да но здесь есть проблема значит когда я про них рассказывал у них был минимальный порог входа 100 тысяч рублей сейчас к сожалению порог входа открытие повысило 250 тысяч рублей но это очень хорошая альтернатива модельному портфелю потому что когда акции находятся в боковом тренде какая-нибудь из них упадет вы получаете купон и все продолжается дальше если все четыре выросли то собственно говоря все нормально если прямо сейчас приобрести одну из этих нот номер один номер два или номер три то прямо сейчас фиксируется очень низкий упавший уровень и это нота будет давать доход если этот уровень даже если уровень понизится еще на 15 процентов вы понимаете а если вырастет вы получаете соответственно свои 20 процентов годовых отложенных средств годовых отложенных средств вот очень хорошие ноты сейчас я вам могу показать они у меня есть да а у меня в портфеле кстати все хорошо вообще просто вот все в шоколаде посмотрите вот он растет но здесь я кое-что добавлял но извините за последний месяц у всех падение у меня рост почему на 100 тысяч рублей там с лишним почему рост я сейчас чуть позже расскажу наберитесь терпения смотрите вот у меня структурные продукты иис вот они и у меня закрылся закрылась нота к сожалению на 100 тысяч рублей которая она принесла очередной купон все 4 акции выросли ее бамс обрубили я хочу купить новую а там только 250 тысяч и это на иисе я добавлять на иисе пока рановато я пока не добавлял поэтому у меня сейчас свободные средства вот он денежные средства 103 тысячи двести три 103 тысячи двести три рубля это с учетом тех купонов которые я получил и вот он автокол давайте на него посмотрим на этот автокол магнит мосбиржи нлмк и сбербанк префы вот прямо вот что и требовалось доказать посмотрите вот он автокол смотрите если все четыре акции вырастают выше чем вот этот предел я получаю очередной купонный доход каждый месяц из расчета 20 процентов годовых но это рассчитано на год смотрите если они упали но самая плохая акция упала не более чем на 15 процентов то есть не ниже чем вот эта линия то что то я получаю купон то есть акции упали они находятся вот в этом диапазоне но я получаю купон из расчета 20 процентов годовых я рассказывал об этом не говорите что я не рассказывал я меньше рассказывал про акции потому что я рассказывал про ноты потому что я ожидал этого падения вот что будет если вот сейчас вы видите вот она вот магнит упал ниже чем нижний уровень и что будет если вот на момент следующего наблюдения хотя бы одна из этих акций окажется ниже чем этот уровень я не получу купон я не получу купон но есть эффект памяти если следующий здесь периода наблюдения каждый месяц если нота взята на год сейчас только вот прошел месяц один идет второй еще даже полутора месяцев нет на если превысят все вот сюда вернуться то выплачивается очередной купон и все купоны которые были не выплачены до этого мне кажется это самый идеальный продукт сейчас для покупки вот не сказать ну простым таким вот инвестором которые не хотят сами разбираться в этих самых опционах это самое лучшее и прямо сейчас это вот смотрите вот они вот так упали теперь они должны еще на 15% чтобы ну то есть скорее я вот с большой вероятностью не получу купон если они еще упадут да а вы получите если они упадут еще на 10% то я у меня будет задержка в купонах а у вас будет это очень очень хорошие инструменты и если вы думаете что взять как защитить свои деньги вот я я рекомендую вот таким образом 20% годовых потому что если вы выведите деньги продадите акции вы зафиксируете свои убытки с одной стороны а с другой стороны куда вы их вложите а никуда на депозит под 3% ну сейчас 5% но поверьте мне проценты по депозитам будет снижаться доллары купите а как только вы купите доллары он тут же рубль начнет укрепляться я вас уверяю вот ну теперь а теперь откуда же у меня появились вот эти самые деньги и что делать вот когда рынок падает то самое то заработать можно на падение этого рынка а на падение рынка надо зарабатывать на срочном рынке вот на тех самых фьючерсах и опционах про которые мне пишут что я достал со своими опционами а я не зря про них рассказывал потому что а у меня то плюс 100 тысяч извините а у вас с акциями как потому что опционы это идеальный инструмент для скажем ну или фьючерсы для хеджирования для страховки от падений ну и и я вот сейчас я и веду курс по опционам почему я заморочился в опционах потому что именно в момент резких колебаний именно в момент резкого падения можно заработать большие деньги я вам рассказывал что там я так сказать 60 тысяч заработал так сказать за день да они вот вот они здесь но это за день там был так сказать прибавка это в момент экспирации потому что в момент в день экспирации как раз самые большие как бы все летит на самом деле за месяц я заработал вот в районе там 100 тысяч я честно говоря так и не понял сколько ну примерно так вот а что купить прямо сейчас вот если вы не знаете и побаиваетесь не знаю что смотрите вот есть индекс rts такой да вот он сейчас падает и сейчас давайте я посмотрю вот на него вот у вот так вот с большой с большого горизонта вот с такого горизонта давайте посмотрим на этот индекс это индекс rts РТС. Вот это РТС и его нельзя купить, но зато на него можно посмотреть. Он не на срочном рынке, это просто индекс для наблюдения. Теперь давайте посмотрим. Вот он сейчас 1311. До какого уровня может он упасть? Ну вот, до этого уровня он смело может упасть, до 1048. Да, вот мы видим. Вот он. А здесь уровень, скорее всего, будет поддержки. Поэтому, значит, что можно сделать прямо сейчас? Ну вот, если вы ничего не понимаете в этом деле, то я вам могу сказать, что можно купить для страховки. Только не говорите, пожалуйста, что я прямо вот это вам советую, советую решать вам. Но для страховки я думаю, что надо купить вот здесь вот индекс РТС. Здесь есть фьючерс РТС 3.20. Мы его не будем выбирать. Мы будем выбирать индекс РТС 6.20. Потому что я думаю, что восстановление начнется в середине лета. Поэтому мы выбираем 18.06.18 июля. Мы выбираем опцион на индекс Июльский РТС. Какой опцион мы выбираем? Вот для того, чтобы застраховаться, страховку какую нам купить, Вот мы купим страховку с, ну, грубо говоря, сейчас в районе 105, вот этот опцион, вот этот опцион, ПУД можно приобрести. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить. Давайте посмотрим, сколько денег надо для того, чтобы приобрести вот такую страховочку. Для того, чтобы приобрести такую страховочку, нам нужно денег 1024 рубля. Для того, чтобы приобрести один опцион ПУД на индекс РТС, потому что, ну, максимум, куда он упадет, он упадет сюда. И по мере падения стоимость этого опциона будет увеличиваться. Вот, посмотрите. И стоимость опциона вот сейчас этого, она, ну, предлагают по 11 тысяч, я скажу, 8 840. То есть, вот это ваше, если он упадет вот до сих пор, приблизительно увеличится эта ваша страховочка в 8 раз. Ну, а для того, чтобы это делать сознательно и для того, чтобы понимать все-таки, что делать, там есть еще варианты, как сделать. Например, коллспред купить на дальних рубежах. Вот я об этом как раз и рассказываю на своем курсе по опционам, которые сейчас идут полным ходом. И там уже, там взрыв мозга, я честно скажу, там очень сложно понять. Но опционы это такая сложная штука, которая действительно сложно понять. Зато, если вы поймете, там можно вкладывать намного меньше. Я буквально в субботу буду рассказывать про коллспред, при котором можно, либо вообще не вкладывая, получить страховочку, либо от падения, либо совсем дешево. Намного дешевле, чем то, что я вам показал сейчас. Поэтому запись на курс продолжается. И да, еще один момент. Значит, курс по опционам, он больше всего подходит тем, кто приобрел курс биржа для чайников. Потому что предполагается, что люди уже хорошо знакомы с терминалом КВИК, о котором я рассказывал на курсе биржи для чайников. И я просто не возвращаюсь к этим вопросам. Потому что там серьезная теория. Поэтому для тех, кто закончил курс биржи для чайников, или приобрел курс биржи для чайников, дается скидка 50% на курс по опционам. Ну и единственное, что я еще могу добавить, что с марта месяца я хочу увеличить стоимость. Очередной раз на курс по опционам ровно в два раза. У вас осталось всего два дня. И через два дня, с 1 марта, стоимость этого курса будет стоить 8000 рублей. Сейчас 4000 рублей. Для тех, кто закончил, это соответственно 2000 рублей всего. Вообще копейки. Для тех, кто не приобрел курс биржи для чайников, 4000 рублей. С 1 марта будет стоить 8000 рублей. И поверьте мне, это немного. Потому что дальше я планирую еще повысить цену до 15000 рублей. Делайте выводы и посмотрите. Ну, в общем, знания опционных стратегий принесли мне 100000. И когда я понял, я начал зарабатывать на опционах. Пока я не понимал, я терял. Как это делать, я рассказываю на курсе по опционам. Поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...